Но первый вопрос о безопасности курорта внеплановый. События в Париже заставили вновь проанализировать, насколько Сочи готов противостоять террористической угрозе. Благодаря Зимней Олимпиаде курорт стал одним из самых защищенных городов России. Об этом говорят многие эксперты. Но усиления мер безопасности в нынешней ситуации излишним не будет, подчеркнул Анатолий Пахомов. Поэтому, в частности, в школах и детских садах вводится новый пропускной режим. Если утром проходят родители в школу, то охранник должен проверить паспорт, если он его не знает. А вообще, по большому счету, требую. На данный момент никто в школу заходить не должен без того, что должен подойти учитель и забрать его от охранной зоны. Усиливают меры безопасности в крупных магазинах и торговых центрах, в медицинских и культурно-досуговых учреждениях, на железнодорожных вокзалах и аэропорту. Вновь включат рамки металлодетекторы. Будут работать и кинологические службы. Для спокойствия гостей и горожан на улицах курорта увеличат количество полицейских и казачьих патрулей, особенно в дни празднования Дня рождения Сочи. Праздничные торжества стартуют 21 ноября. В 11 часов на площади флага состоится большой концерт сводного хора. И в течение дня на этой площадке будут выступать участники и победители всяческих конкурсов. Также от площади флага до олимпийских символов по улице Новогинской будет установлена выставка, ярмарка, мастеров декоративно-прикладного творчества. Основные торжества пройдут на площади Южного Мола. В полдень начнется концерт. Песни и пляски продлятся допоздна и завершатся в 10 вечера праздничным фейерверком. Также в дни празднования Дня города на курорте будут открыты 4 скульптурные композиции. Среди них – бюст российскому царю Александру II. Монумент установят в сквере рядом со скульптурным образом Михаила Архангела. Почему Сочи и Александр II – это не случайный выбор, имеет прямое отношение к развитию города-курорта Сочи? Почему? Потому что во времена правления Александра II, первая и самая значимая, была окончена долголетняя, изнурительная, 47-летняя Кавказская война. И, собственно, с 1864 года начнется процесс активного освоения Черноморского побережья. Новые скульптурные композиции появятся также рядом с Центральным рынком во дворе художественного музея и парке Ривьера. Говорили на планерке и о цветочном оформлении города ко дню его рождения. Работы уже начались. Клумбы обновят на всех центральных улицах. Изменится и ночная подсветка курорта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова